Как сделать такой звук в Reason, так называемые Dab Chords? Итак, берем какой-либо субтрактивный синтезатор, к примеру, Tor, потому что он очень наглядный, и выбираем два виртуал-аналоговых осциллятора. Оба их направляем на фильтр. Вот такое стандартное звучание мы имеем. И придаем немножко более живого звука этому синтезатору, совсем немножечко поворачивая ручку Tune. То есть делаем расстройку осцилляторов D-Tune, так называемый. На слух это можно выставить. Придаем такой аналоговости звуку небольшой. То есть два аналоговых осциллятора плюс D-Tune. Теперь мы настраиваем фильтр. Полностью закрываем его и будем открывать по огибающей. Вот у нас огибающая, Envelope, фильтра, фильтра Envelope. Значит, быструю атаку делаем. Довольно большой Sustain, чтобы фильтр открывался при нажатии клавиши. И короткий релиз. То есть, чтобы у нас фильтр сразу же закрывался. Хвост будем делать через Delay и через Rever. То есть у нас хвоста живого такого не будет, только от эффекта. Вот. Можно приоткрыть чуть-чуть фильтр. По желанию можно увеличить воздействие огибающей. То есть Envelope Amount, количество воздействия вот этого огибающей на фильтр. Вот такой вот звук. Тоже можем короткую огибающую усилителя сделать. То есть делаем Low Pass фильтр плюс быстрая огибающая. Вот это движение фильтра мы можем настроить автоматизацией. То есть двигать эту ручку у нас будет LFO. Вот здесь вот есть LFO 1. Мы выбираем его в источниках. LFO 1. И направляем на фильтр A1 Frequency. То есть вот на эту ручку. Выставляем количество воздействия этого LFO на ручку. Ну это вот у нас такой вау-вау эффект получился, потому что слишком быстро LFO работает. Немножечко медленнее его делаем. Можно немножечко уменьшить воздействие, потому что слишком сильно открывает фильтр. Ну вот уже неплохо. Теперь давайте расстроим наши два осциллятора. Выставим их в чистую квинту. То есть 7 полутонов добавляем сюда на второй осциллятор. И вот когда я нажимаю, допустим, клавишу DO, у меня звучит сразу два осциллятора, то есть две ноты. Одна DO, а другая в квинту, получается, соль. То есть второй осциллятор плюс 7 полутонов. Теперь мы можем еще немножечко оживить наш синтезатор, двигая вот Decay, да, фильтра нашего. Вот такой вот эффект создается. Я направлю тоже LFO на второй Destination. Это фильтр Envelope Decay. Ну, с отрицательным значением, чтобы он у нас не совпадал с движением фильтра. Переходим к эффектам. Добавляю дилей. Добавляю хорус. И ревер. К сожалению, тут встроенного ревера нету, но у нас есть замечательный бесплатный плагин Valhalla Supermassive. Это VST плагин, замечательный ревер. Давайте выставим ревер какой-нибудь. Ну, large, большой, допустим, да, и настраиваем его. Мы можем его еще позже чуть-чуть подкрутить. Теперь переходим непосредственно к аккордам. Значит, если мы не знаем теории музыкальные, мы можем использовать готовые плееры. Вот здесь вот есть Scales and Chords. Прицепляем его к Тору и выставляем в режиме аккордов. Вот Chords on. В режиме аккордов выставляем какой-нибудь аккорд. Допустим, у нас будет соль минор. Вот готовые уже аккорды, только, наверное, немножко можно уменьшить ревер. Итак, мы сделали эффекты. Это Delay, Chorus и Reverb. И теперь давайте пропишем аккорды. Я включу Quantize, чтобы сыграть тут прямо на клавишах ноутбука. Ну вот, собственно, и все. Теперь можно включить бит какой-нибудь. У меня просто вот стандартный какой-то из набора Dr.Octorex. Ну и вот результат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...